Друзья, всем привет! С вами канал Жека. Да-да, друзья, тот самый Жека. Сегодня я решил поснимать для вас, вернее, взять интервью у одного очень интересного молодого человека. Сейчас у меня в гостях Кирилл. Сестра вторая, которая, ну, младше моей старшей сестры. Вот, мы с ней постоянно пряскали при меня, ебать, как получали. Я с тобой не плачу, я просто рассказываю. Отец в одной, ему по приколу было, пока матери дома нет. Дети запуганы. Ему сказали, он сделал. Вот, я все дальше расскажу. Что тебя вообще привело? Привело меня? Мне было 13 лет, я не курил, ничего, не пил. Вот, это моя первая татуировка, поставлю. Вот это, вот это, вот это. У меня же первая татуировка в подъезде. Там один типка нахуй. Как ты сам пристрастился в первые попросы? Я не буду это на камеру говорить, мне одна, говорит, просто вот это старший один так поставил, капец. Соль, первый мой наркотик. Просто все штукой, мне даже нужно зайти все запихнуть. 9 грамм, я самый первый, 9 грамм соли. Я просто отыгачившись этой штукой, я просто вот так в окно смотрю. Солью, да? И мне кажется, то, что вот за мной просто вот сейчас дрон поднимется. Ну, знаете же, квадрокоптер. Вот здесь вот на губах, в катушке вот здесь. Это так смотрится, это так смотрится жестко, это некрасиво. А что-то тяжелее, хорошо, Соль, ты пробовал, употреблял вообще? Интересно, попробовал. Вот буквально на лавке нашел. Нет, подожди, мы здесь собрались для чего? Для того, чтобы наши зрители, им же интересно, может быть, кто-то, кого-то твой поступок наоборот поможет. Если ты смотришь, что у тебя есть ребенок, и у тебя ребенок, не знаю, конфетку подобрал, вот так вот просто делай. Друзья, всем привет, с вами канал Жека. Да-да, друзья, тот самый Жека, который травит для вас веселые вот такие вот анекдоты. Сегодня я решил поснимать для вас, вернее, взять интервью у одного очень интересного молодого человека. Зовут его Кирилл, который проживает... Город, серьезно? В данный момент я, конечно, дохожу в деревне Родионовка, но, блин, это в данный момент. А так я вообще московский человек. Московская Орла. Да, ну и километров 15 от Москвы. Поэтому, Кирилл, очень приятно с тобой... Приятно побывать. Да, побеседовать будет. Я думаю, также нашему зрителю будет интересно что-то для себя полезное в этом ролике увидеть, услышать от тебя. Друзья, заранее прошу вас авантиком вот такой вот жирный лайк, а можно два... Подписочку. Да, и подписочку, друзья, на канал Жека. Это вот лайк и подписка. Подписка и лайк. Да, на наш с вами, друзья, канал. Еще раз повторюсь, на наш с вами канал Жека. Еще у меня есть другой, второй канал, анекдоты о Жеке, друзья. На него, я думаю, вы тоже подписаны. А кто не подписан, можете перейти по ссылочке и подписаться. Ну что, Кирилл, поехали? Поехали. Так, с чего начнем мы с тобой? Давай ты расскажешь о своей жизни, чем ты живешь. С начала самого, да? Да. То есть, я не помню, как я родился, на самом деле, но началось этого, знаешь, на самом деле, вот, если так вот вообще улыбиться, то я, блин, в общем, я спрыгнул к Килл-Стре. Это вот мой первый момент. Просто я, видимо, у меня есть сестра, у меня еще есть старшая сестра, они две старшие, вот. И, короче, я, наверное, бесился с одной из своих сестер, Надеждой ее зовут. А сколько тебе было изменено, да, лет? Около четырех. Около четырех. И ты ничего себе не сломал? Нет, это такая люстра была, короче, не хрустальная, но там подделка, короче, такая, ну, как хрусталь выглядит. Ну, а не палец, да? И мы, короче, думаю, бесновались, бесились, мы любились, мы даже с ней дрались, короче, было дело, вот. И вот мой просто первый момент в жизни, это я просто, я, наверное, вот просто подпрыгнул, и в этот момент я падал. Ну, ты знаешь, да, прыгаю, падаю. Прыжок, прыг, сколько, короче, вот. И я, все, я начинаю соображать. Друзья, у вас, наверное, появятся вопросы такие после просмотра, да, или во время просмотра данного видеоролика, почему здесь вот такая вот решетка, кровать двухъярусная, да? Не подумайте ничего плохого. Мы находимся на вахте, друзья. Работаем. Вовсе не в столь отдаленных местах, а на вахте. Ну, это почти то же самое, только нам еще деньги платят. Да, мы заботимся о растениях. Да, мы вот с Кириллом познакомились именно на этой вахте, и он вот изъявил желание для вас дать интервью, поскольку я давно, друзья, еще раз повторюсь, давно ничего подобного для вас не снимал, и мне бы, наверное, хотелось порадовать вас, не наверное, а очень хотелось бы порадовать новым интересным материалом. Я думаю, данный видеоролик по-любому все-таки заслужит вашего такого вот, лучше двух таких вот жирных лайков. Друзья, кстати, мы ни в коем случае не пропагандируем наркотики. Мы, наоборот, стараемся делать так. Так, я вам сейчас много чего такого расскажу, что вы, блин, просто будете вот так, вот, два пальца в руку. Да, буду завернуться, друзья, вашу уши в трубочку. Вот, мы ни в коем случае не пропагандируем наркотические вещества, а наоборот, мы хотим, чтобы вы, посмотрев данный видеоролик, если кто-то из вас употребляет, больше никогда, друзья, не употреблял, а если кто-то еще просто смотрит... Знаете, вот что я скажу об этом? Наверное, он просто смотрел и никогда к этой гадости, друзья, не притрагивался. Это я, конечно, наверное, должен был сказать в конце, но на самом деле, вот что наркотики и что жизнь, да? Жизнь и наркотик. Бля, да ты по кайфу лучше, вот, блин, не ты, а вы, друзья, господа. Лучше, блин, вот с парашюта прыгните, вот столько же кайфа получите, сколько оттого, чтобы, блин, например, знаете чего, ну, допустим, вот такую дорогу делаешь, а меня понятые ждали. Точнее, мы ждали понятых, когда вот так вот я... Ты расскажи изначально, друзья, а почему перескочил резко на эту тему, да, про наркотические вещества, потому что мы изначально задумались снять именно вот ролик на данную тематику для вас, повторюсь, мы ни в коем случае не пропагандируем, а мы, наоборот, хотим, чтобы вы... Это все фигня, давай по-новой. Вот, чтобы вы по-новой, мы, я надеюсь, ты начал уже новую жизнь свою, да, вот, как ты говорил, с чистого белого листа, вот, и, друзья, я вам тоже желаю крепкого здоровья, заниматься побольше спортом, не пить, не курить, вот, и не употреблять... Вот, и ни в коем случае не употреблять всякую гадость. Поехали дальше. Вот. Так, на чем мы остановились, да? То, что звёздка упала, на тебя ошибка, да. И зубы я показать не буду, конечно, но у меня вот есть такая фигня, короче, это не с наркотиками связано, кальция недостаток. Вот, но я не буду показывать. Нет, ну ты можешь показать. Я не буду показывать. У тебя зубами, да, какие-то? Ну, у меня всё прикольно, я целовался там и так далее. Типа, никто не целовался. Да, я тоже целовался, но главное, чтобы было вот это, да, вот такое вот, как у коня. Ну, короче, у меня отец родной, вот, он шестёркой у меня был, короче. Типа, извините, это короче и так далее. Вот, но дело в том, что вот у меня старшая сестра, которой ей уже около 40 лет, но я не буду говорить точно сколько, пофигу. Вот. А вот и сестра вторая, которая, ну, младше моей старшей сестры, вот, мы с ней постоянно пряшка отремняем, ебать, как получали в детстве, это пиздец. Просто представьте себе, отец в одной, ему по приколу было, пока матери дома нет, дети запуганные, и он просто, нахуй, любой повод, нахуй подаёт, чтобы... Просто взбивал, да? Чтобы попиздить, но... Просто, блядь, сказку, ебать, ну, мне три года и сестре четыре. И ты представь, просто, вот, как сказку, я не помню, какую сказку, блядь, допустим, колобок, ебать, просто наизусть, нахуй, как, блядь, и... Блядь, это фигню, ну, как её. Ну, мы тебя поняли, друзья, пишем в комментариях, в комментариях, если кто-то из вас понял, о чём говорит герой, герой. Только я, если что, не плачу, я просто рассказываю. Да, герой... Типа, меня попросил. Если бы я его увидел, я бы сказал, иди отсюда. Я бы не стал вот это применять, там, руки-то и так далее. Я в Сильне. Нету, на ролике будет 18+, поэтому только совершеннолетние смогут его посмотреть. Я сделаю красивый, добротный, хороший монтаж. Ну, ты умеешь, я знаю. Спасибо. Кстати, чувак весь татуировка. Да, кстати, вот на это не обращайте внимания. Это мы, короче, на вакте работаем. И там настолько просто... Жарко. Да, жарко. Мы же за растениями ухаживаем. Сколько сейчас граммусов? Мы же на улице работаем. 30-35. Вчера было 30, около 35 как раз, да. Ладно, давай. Это, блин, в городе, пофигу. Или если ничем там не... Ну, и в кино, там, и не кино, и так гуляешь, пофигу. Ой, жарко и так далее. А вот если работать по-лящему самцу, это капец, да? Согласись. Я с тобой согласен. Потому что, знаешь... Друзья, поэтому мажьтесь кремом для загара или от загара. Как правильно, поправьте в комментариях, чтобы ваша нежная кожа вот так вот нежнорела. Да. Давай мы, наверное, продолжим, да? Не будем сбиваться. Тебя... Как ушел отец от нас? С сестрой, да. Это дальше мне было уже... Ну, в общем, блин. Ладно. И это мы... Договари, как есть. Не, 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 не надо ничего пропускать. Я думаю, моим подписчикам, которые есть, и будущим подписчикам, и просто людям, которые случайно зайдут и посмотрят. Друзья, я, конечно, не Муха-8. Наверное, многие из вас знают данного видеоблогера. Царство ему небесное, которого уже с нами нет. Сейчас Апанас, его брат, снимает. Кстати, мое интервью есть на его канале тоже, можете посмотреть. Вернее, со мной интервью, я там в роли гостя. Вот, сейчас у меня в гостях Кирилл. Вернее, а может быть, кстати, я у него, потому что мы в одном доме, в котором живем. Да, вот. Ну, давай, это... Отец вас избивал, да? А почему он... Блин, ну это как-то вообще звучит, не знаю, мне не нравится. Нет, ты говоришь, он шестеркой был, в смысле шестеркой? Бандит. Бандит. Но, ты говоришь, у полиции был. Ухожой полиции, я не говорю. Нет, а где он вообще? А как это? Шестерка, бандит. Вот, ты знаешь, вот был у них такой... Нет, шестерка, извини, это обычно кто... Властик, дай бог. Поправить в комментариях даже. Шестерка, это обычно кто прислуживает. А он кому прислуживал? Он прислуживал более таким. Ну, бандитам выше, да, его? Да, да, да. Типа ему сказали, он сделал. Вот, я сейчас дальше расскажу. Блин, вот пропустим пофигу. Мне 9 лет. Вот помню, вот это все дню, короче. А, еще я напомню, что я такой пусть как был вообще в детстве, но я был такой полненький, толстенький. Поехал на дачу, короче. И за 3 этих месяца я приехал, мать мне говорит, ты что такой худойсток, просто вот так. А я был такой полненький, прям вообще капец. Вот. Ну, ладно. Дальше. Девять лет мне? Ну, приблизительно. Да не, 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 я не волнуюсь, я просто... Да, да, да. Типа, блин, неинтересно поделиться с вами. Там еще дальше просто будет. И дальше, и дальше, и дальше будет. Снимаемся. По аппарату. Вот. Ну что, разнался. Девять, девять лет. Ну, плюс-миню, я не помню, на самом деле, сколько мне было. А сестра есть? Отец, вот этот, вот этот, бурдалак. Сколько было у твоей сестры? Десять. Не, вот, например, мне сейчас 24 года, а ей 25. Старшая сестра. Да. Так, отец, бурдалак ты говорил. Вот кровь, как в ад оцепишь, да? Не, ну кровь можно тоже красиво, на самом деле, пить, так чтобы, блин, пока все было. И что? Что было, отец? Ну, ну... Командировка, говорит. Дети же, ну, моей маме, я не знаю, как там выглядело, на самом деле, ну, как они с ней разговаривали, с моей матерью. Типа, я уезжаю в командировку, давайте всем пока, прям резко заходит. Вот. И что, я просто, вот, мне запомнилось, это потом вы поймете, почему. Киндер-сюрпризы, яйца эти. Мне, ну, и дочке, и сына дали. Все. Кто уезжает. Потом, спустя некоторое время просто. Хорошо, что мы просто заболели с моей сестрой. Нас бабушка в школу не повела. А киндер-сюрпризы? А нас ждали просто какие-то машины. Вот. Хотели нас забрать, вот детей. Не бабушка там никого, детей хотели забрать. И ему звонить. Дети у... Твои дети у нас. А ему бы похуй было. А кто ему звонил? А дело в том, что вот, вот эти... Бандиты? Да. А типа взяли вас в заложники получили? Не взяли, мы заболели. Типа они, они, они знали то, что мы заведомо в школу, короче, пойдем. Вот. И ждали, нас ждали. Вот. А он, короче, около 100 тысяч или больше долларов взял. И уебал к себе в Литву. И вас сбросил. Да. А сказал в командировку поехать. Друзья, вот так вот бывает. Киндер-сюрприз. У него было столько бабок. При этом мне еще потом, мать еще, когда я подрос, я же не знал, что это такое все. Она потом мне еще сказала, что вон, оказывается, таблеточки разноцветные всякие. У меня под трусами, нахуй, ящики всякие. То есть у тебя это уже, получается, наследственно, да, вот это... А у твоего мужчины и так, да? Идея, я не знаю. А что тебя вообще привело? Привело меня? Мне было 13 лет, я не курил, ничего, не пью. Заведомо я начал общаться уже со старшими. Это я не помню, это я еще в школе учился. Ко мне просто приходит вот уже соль. Соль, первый мой наркотик. ПВХ, хотите, как ее называете. Просто первое. Я даже сигареты не курил. Я просто попробовал. Первое, моя фигня. Можно наркотикам даже сигареты считать. Кофе можно считать. А мое было соль. Вот. Ну, я со младшим, со своего возраста, такого, младшего, начал общаться с такими, со старшими. Вот. И они просто на протяжении вот этого всего просто нюхают эту соль. Я вижу, я вижу. И я тогда не управляю. Они мне просто... Нет, ее можно все штукой на нее, даже можно всякие все запихнуть. Типа бабы даже в воде. Ну, ладно. Типа... Соль, я сбил все. То, что соль, вот тебя, твои друзья, которые тебя намного страшнее, подсадили на вот этот... Да не подсадил меня никто. Они заведомо. Просто я года два вот на это смотрел. Я вижу, что у них проблем никаких нет. Как они вот это все уебут. Ну, вот ребят. Как они это все ухатребят, не просто все проблемы сразу исчезают. Просто они меня со школы встречают вот с такими глазами. А что ты испытывал? Какое-то удовольствие от этого или что? Что тебе давало? Я еще тогда не пробовал. Я года два ходил, вот они мне... Мы в какой-нибудь подъезд идем, они там накатаются. Говорят, будешь? Я говорю, не, не, они не употребляют. А потом... Остался без отца, да? С мамой и жить. Ну, у меня уже отчим, на самом деле, был. Отчим уже был, да. Да, и... Ну, отчим хотя бы хороший был человек. До сих пор, мать моя, с ним живет. И вообще все хорошо. Это самый лучший человек, который вообще знал бы, на самом деле. Вот просто у меня мать с тремя детьми. И он просто вот принял. И на самом деле он у меня ракетостроительный институт закончил. Не знаю, как это я просто был, ну, троечником таким в школе. Типа, блин, он... Чего только сам не делал. Такого не куралетил. Но он все отлично закончил в школе. И в итоге, блин... Короче, блин, вот так вот. То есть, друзья, у него хороший отчим. Это... Вот просто я после него понял то, что вот биологический отец, да? И отчим, блядь, ну я хуй знаю, поступками все это доказывается. Друзья, отец не тот, кто... Да, да, да. Генетически вас зачал, скажем так. А тот, кто на вас потратил свою жизнь, свое время, свое здоровье, свои деньги, свои нервы. Тот, кто вас поднял, наверное, с такого вот возраста. И поэтому... У меня тоже был отчим, я тебя прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, друзья, много смотрят из вас роли, да? У кого из вас тоже есть отчим и нет отца, например. Может быть, у кого-то вообще его нет. И отчима тоже. Вот. Давай, наверное, продолжим. Вот ты говоришь, что ты... С ребятами, которые тебя постарше, и что ты просто наблюдал, как они все это управляли? Да, я это наблюдал. Они мне сколько раз предлагали, не предлагали. Типа я постоянно отказывался, мне нафиг не надо было. А потом однажды, я не буду это говорить на самом деле, не хочу. Просто у меня однажды вот такая, 13 лет мне было. Вот, это моя первая татуировка пошла уже. Вот это, вот это, у меня уже первая татуировка в подъезде. Там один типка нафиг, вот это была вторая. А вот это все дальше я сам уже делал. Типа у меня уже машинка появилась, но это уже, типа, в далеком. А что означает, извини, вот этот вот... Вот это ни в коем случае не масон. Типа мне, как правило, говорят, что масон, масон. Бля, я просто со многими общался, и... Ну, это для меня, для меня смысл. Не для тебя там, не для кого-то там еще, типа, кто там, у кого-то там вот это значит. Типа на доллар, даже спайс вот эта штука была, да. Типа глаз вот этот. Что мне только не говорили, на самом деле. Для меня вот это значит, типа, блин, я со многими просто общался, я много чего видел, я много кого видел, а не много чего. Я просто со многими просто поддерживал... Дружеские отношения. Не дружеские, не... Ну, общался. Я просто очень много чего... Ничего, пардон, кого видел. Очень много. Так, хорошо, вот смотри, мы немного отошли от темы. Да, да, да. Тутуревками двоями, мы позже их обсудим. Смотри, вот ты с ними, с этими ребятами, да, постарше общался, что-то наблюдал, да, как они балуются, употребляют, и сам... Допустим, даже вот смотри, вот у человека просто он так сильно очень поссорился со своей невестой, что уж просто, блин, взял кольцо и снял, выбросил его в кусты. Ну, я не знаю, может, это милость для кого-то, пожалуйста. Ну, блин, мне на тот возраст это капец как оказалось. Я не знаю, как сейчас мне это покажется, я в любом случае бы это несу. У меня, кстати, такие темы тоже были. Типа, ладно, отходим от темы. Да, и расскажи, как ты сам предстрастился впервые по праву. Я не буду это на камеру говорить, меня однажды просто вот это старший один так подставил, капец. Нет, подожди, мы здесь собрались для чего, для того, чтобы наши зрители... Им же интересно, может быть, кто-то, кого-то твой поступок наоборот поможет, кто-то не будет. Да, я вот так по-другому объясню, если у тебя проблемы имеются, при этом ты знаешь, что вот на своих вот этих смотришь, как вот это просто, у них все проблемы вот эти уходят. Бля, никогда, нахуй, не ебашь, просто иди, иди, и пи***ь. Не ебашь, друзья, не употребляйте всякие плохие... Типа, потому что вот у меня, у меня случилась беда, я ходил, я встретил, я встретил вот закладчика, у него, я не знаю, сколько у него было, раз разложили, два разложили, три разложили, вот. И потом, афигак, вот, решили присесть где-то, и, ну, там вообще другое, я не буду это на камеру просто говорить, я вообще никому это не скажу, честно говоря, я не буду. Это хорошо, у каждого есть свои секреты. И я фигак просто соображаю, бля, мне ж пи***ц будет, мне ж пи***ц, мне 13 лет, я, 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 я маленький человек, еще я ничего не повидал, а повидал я то, что, блин, от этого все проблемы будет, очень сильно проблемы, просто тебе настолько пофигу на все. Вот, и я пошел вот эти, 9 грамм, а я самый первый, 9 грамм соли. И что ты испытал? Я пришел к подругам на хату, я туда не собирался, я просто на квартиру пришел к подругам, они сидят за кухонным столом, я беру пылесос и начинаю просто стол пылесосить, за которым они сидят. А зачем? Потом я и сам не покайфовал. Это у тебя уже как-то употребил, да? Да, это я. Ну, я знаю, что кто-то, кого-то, а суда она вообще на секс очень тянет. Нет, это мистерон. Кто-то мистерон. Нет, ну соль. Я с армии пришел, и вот я никогда сексом не занимался под этой штукой, и вот и после армии чисто я с этим все подзавязал так. А чувство страха, извини, это не соль развязывается? Это соль, да. Когда человек боится, за ним слежка, вот, друзья, вам кажется, что за вами слежка там. У меня такое просто. Ну, вы глядываете, а там полиция приехала. Я живу на третьем этаже, ну, жил на третьем этаже когда, я просто офигачиваю с этой штукой. Я просто вот так в окно смотрю. Соль, да. И мне кажется, что вот за мной просто вот сейчас дрон поднимется. Ну, знаете, квадрокоптер. И я его смотрю. Мне не то чтобы страшно, что этот квадрокоптер поднимется. Мне было просто, мне нужно было, чтобы он поднялся. Потому что мне нужно было, я, потому что не хочу сам себя наебывать. Я хочу, чтобы он поднялся, и чтобы это было по-настоящему. Ну, не знаю, поймете ли вы это или нет. Ну, не такой еще вот, я тебя вопрос задам, да, что наши зрители. Ты сейчас в употребе или ты чистый уже какое-то время? Ну, мягко. Балуешься все-таки, да? Я чистый, потому что, блин, я знаю, что это сексуальная штука. Типа соль? Нет, нет, нет. Соль, я вообще, бля, 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 бля. Бедровым это секс. Кирилл, ты, получается, в 13 лет, да, попробовал эту гадость. Да, и заведомо не курил и не пил, ничего не делал. Не курил и не пил. Так, и что дальше, как у тебя все это пошло, помарастающий ты какие-то? А дальше, смотри, я не помню, что дальше было, потому что у меня промежутки уже практически каждый день прошли. Я не помню даже, как это все было, вот честно, не помню. Но я помню свой выпускной. Блин, я даже фотографию могу показать, я самую лучшую девочку из своего класса. У меня просто выпускная фотография, мы с ней посерединке стоим. Самая красивая, да? Типа, блин, меня, не, блин, я был интересен очень сильно, потому что я всегда был, я прямо все говорил. Да, я такой, да, я ебашу. Типа, я ничего никогда не открою, не скрывал. Типа, блин, вот, я не знаю, насколько это хорошо или плохо, но я всегда, я всегда прямой. Вот так вот. И вот это очень интересовало, даже, допустим, просто, вот смотри, такой момент был. В машине три парня, две девочки. Вика, Вика. Вот. Вика, Вика. И они просто говорят. Мы на озере купались изначально, они подошли. Ну, мы как бы знакомы были. Вот. Просто, я, я, ничего, я, мужак, не пошли на зале, я не был с собой. Просто нагло. Вот, знаешь, вот что такое вот, просто вот здесь вот на губах, катушки вот эти. Это так смотрится, это так смотрится жестко, это некрасиво. Однако, просто, я не знаю, я и такой некрасивый был. Это я сейчас красивый. Да я и подаю, ну, я не знаю, просто я интересовался, я заинтересовывал. А сколько тебе сейчас лет, извини? Двадцать четыре года. Двадцать четыре года. Да, да, друзья, ты молодой, молодой человек. Давай дальше продолжим. И вот с этими девочками ты, у тебя весь рот. Одна целоваться ко мне просто лезет, я вот так вот просто лезет. Не потому что я не хочу, а потому что мне противно будет, если ты до меня просто дотронешься. Потому что, не, нифига. Типа, ну, мне противно от себя. Я не позволю вот этого, и посолями, там, вот это хуя, и вот это все будет. Для меня кто-то, вот, и хороших, там, прикольных, ну, 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 не знаю, как просто любой слово подберите. Вот, ну, не позволю я тебе, чтобы ты со мной поцеловал. Да. Ну, только если не поцеловал. Ну, не знаю. А что-то тяжелее, когда, что с Алей, ты пробовал, употреблял, вообще? Интересно, пробовал. Вот буквально на вахте нашел. А как? Я на вахте нашел героев. В Москву меня на второй день направили. Ты же был там. Вот это, в Москве просто, вот, и сольники, вот это вся. А, все, понял. Дождик начался. Извини, друзья, мы территорию обогаражем. Никогда не подверг, если, если ты смотришь, у тебя есть ребенок, и у тебя ребенок, не знаю, конфетку подобрал, вот так вот просто делать. Потому что я вот недавно, прям, буквально, вот, я даже ничего намеренно, я ничего не собирался, я просто, я, ты, я, ты, что, дождик начался, пацаны всех подбежали в газели, туда в зеленение, которое я доделываю, фига смотри, конфетка лежит. Вот такого, да? А, я, нет, я, я ни в коем случае. Извини, в комбах? Нет, около дерева, вот тропинка там идет. Вот, и это, если вы где работали, где красно-белая, да, был там, да, вот, там есть дерево, просто возле дерева лежит конфетка. Я поднимаю, я, я хотел ее выбросить, я не думал, что это твоя закладка. Беру, просто вот так уступаю, фига, а что-то это странно, скрываю. Офигеть. Я думал, ты, да, я тут обнюхаю, я, я вот здесь обнюханный ходил. Типа, я, нет, вот это у меня все чистое, у меня только вот здесь вот, если две-три вещи, то коровирус. Ну, внутривенно ты не пал. Ничего, ни в мышцу, ни внутренне, нет, 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 я никогда этого делать не буду. Хорошо, какие еще нам принципы? Типа, у меня есть же принципы. Типа, вот вы сейчас посмотрите, о, какой дурак, ой, блин, и так далее. Да у меня принципы-то есть. Просто, блин, связался не с тем, не по тому пути пошел. И у меня даже есть такая история, вот, тоже шли, сестра и ее, ее там жених, ну, плохой жених, короче. И как это все, вот сейчас я расскажу, так оно и произошло, на самом деле. Мы встретили, короче, компаску, там женщина была, у нее на спине был набит тигр. Она в Афганистане, короче, служила, да, или как, служила, не служила, воевала, честь отдавала. Вот, и она, короче, предлагала, пьянющая была, конечно. Она предложила, короче, погадать. Сестре моей говорит. Подожди, это цыганка была или просто? Нет, она в Афгане, не, она не похожа в нее, по-моему, обычный человек такой же, как и мы. Просто она, да, она рассказала, типа, то, что у нее после Афгана какая-то вот эта контузия вот эта началась. Где были ее встретили, извини. Недалеко от нашел дома. Она просто нам подошла на улицу, говорит, давайте ее погадаем. Нет, это, я не помню даже, как это произошло, на самом деле, но я помню вот этот двор и где мы сидели. Но я не помню, как это просто произошло. Они, по-моему, сидели, а мы шли. Вот, и что-то там ля-ля-ля, вот так вот. Можно даже свой бонок каким-то, я не помню, честно. Не настолько много лей, короче, понятно, да? Вот. И, типа, сестре моей она предсказала ребенка, типа, не садись в машину, все сбылось. Ее, вот этому, от которого ребенок, типа, блин, она сейчас замужем у меня, за хорошим, очень, блин, вообще, я очень рад, что она вот такого же встречала. Это не от него ребенок, конечно, да. Но он его принял, и все любят, вообще, блин. Ярослав зовут. Кстати, у него, кстати, тоже на Ютубе канал есть, вот. Он игры снимает. А как он называется на Ютубе, друзья? А, блин, а я не помню, не помню, да, я на него подписан. Ну, блин. Давай тогда оставим на потом. Друзья, да, я что-то вырежу, что-то оставлю. Вот, видите, я уже текст свой стал забывать. Я могу рассказать даже так, допустим, то, что мы, например, вот сейчас вы договорили, у меня такая даже история есть, связанная вот с наркотическими веществами. Пописать просто, нафериметь его человека, провожал на самолет. И как решил пописать за будку там сходить, по привычке, вот так вот сделал, и как две таблетки с обезьянкой толстые. И два гаш... Ну, я спорю, я люблю ее таблетку. Я хотел ее разникуть, растолкить ее разникуть. Хорошо, что я этого не сделал. Это вообще капец, хорошо, что я ее просто закину. Просто едем в электричке уже. И как я понял, я уже забыл, что я ее вообще употребил, эту таблетку. Минут сорок проходит. Просто наша станция Фрязино-Пассажирская, а мне... И там еще минут двадцать нам ехали. Типа Ивантьевка и Фрязино-Пассажирская спустя пятнадцать минут. Вот. И мне говорят, вот на Ивантьевке, то, что следующая остановка Фрязино-Пассажирская. И все это расплываться будет. Мы с цепом угораем, сидим, все дела. Я на него вот так смотрю и понимаю. Я вспоминаю, блядь, я же таблетку проглотил. И все, мне как паникует. Это бэт-трип. Прочитайте, что это какой-то бэт-трип. Это вообще невоображаемая хуйня. Ты думаешь, что это так навсегда останется, короче. И я просто вспомнил, то, что он мне говорит, говорит, угорает. А я просто на него вот так смотрю и вспоминаю, что это была таблетка. И он говорит, что с тобой? Я говорю, блядь. Мне страшно, пиздец, было. Это его... Ну, это что, я не знаю. Это просто меня 12 часов тарачивало. Я в конце, в конце просто я уже у себя дома сижу. Смотрю на стену. Ну, не очертания, ничего. Она даже не плывет. Это чисто психологическая же фигня пошла. Она мне говорит. Таким приятным женским голосом. Я еще вернусь, да? И все, и меня сразу отпустило после этого. Что из этого? Просто, когда мне очень было страшно, мы еще по дороге шли, когда мы уже доехали, Тим говорит, курни, плюху, ты тебе лучше станешь, блядь, я вообще поклоню, мне лишь бы от этого дойти. Это, блин, это так страшно такое видеть. Это ты, то есть, вот здесь вот находишься, еще в параллельном мире. Я не знаю, как объяснить это. Надо пробовать. Это не... Нет, друзья... Лучше не нужно. Лучше не нужно. Мы ни в коем случае не... Ни в коем случае не нужно. Я это никто имел в виду. Мы против наркотиков. Мы не агитируем. Мы против этого всего, чтобы наоборот вы, друзья, ни в коем случае не связывались, не употребляли. И кто употребляет, по-быстрее стали чистыми. Так. Чистота превыше всего. Я иду, у меня просто вот день, да, и ночь. Вот сейчас темно на улице, а у меня вот так, день, ночь, день, ночь, день, ночь, день, ночь. Это из-за чего у тебя? Ну, из-за чего? А потом всегда день, ночь, день, ночь, и вот такие большие мыльные пузыри полетели отсюда. Я до дома дошел, это мне еще 17 лет не было, ой, 18 лет не было. Я прихожу, у меня родители попросили дверь закрыть в их комнате. Блин, я сейчас вставать не буду, я не знаю, как я просто не спалился. Я просто себе такой заведомо, просто уже такой координат провел, как вот такое расстояние пройти. Блин, это так сложно было. Я ложусь в кровать, думаю, блин, может, если уснуть, а там просто вот такие, не глаза, ты обычно выглядишь, вот ты такое видишь. Я глаза закрываю, думаю, может, поможет, может, усну. Я пожалел, что глаза закрываю. На меня электричка едет. Я вот так вот, просто. Ну, я не знаю просто, какой он, вот такой звук у меня был, типа, как вот, просто на меня электричка едет. Я вот так вот, ни хрена себе. Я пишу своему другу, Денис Шмель. Говорю, что мне делать? Что мне делать? Вот как от этого отойти? Я просто же заведомо знал, что кис... Она не отпустит так быстро. А, если... Она держит от 12 до 2, до 2, там, а то и больше. А так называется кис... Ну, я вот... Кстати, это в чистом виде. Типа капли. Ты можешь их в сахар добавить. Куда угодно. Капельку одну тебе пиздец будет. Вот. Друзья, ни в коем случае этого не повторяем. За нашим... За героем, да, нашего... Данного видеоролика. А как я... Я набираю Денису. Говорю, ну, спрашиваю в ВКонтакте. Что мне... Ну, просто... Вот как мне быть? Я просто действительно уже думал, что я навсегда так. Просто я сошел с ума. Все, это навсегда. Это навсегда просто. Это такое... Это самое страшное чувство, которое вообще бывает. Ну, вообще-то говорят... Просто я с ума сошел. Человек, который наркотики, друзья, употребляет, у него разум меняется, состояние мозга, серого вещества. Я и до сих пор по-другому на все смотрю. Он теперь, да, смотрит... Ну, типа, блин, я не хуже всех, и я даже, блин, по мне-то я лучше все. Почему и говорят, что бывших наркоманов-то не бывает, друзья? Не бывает бывших наркоманов. Ну, если кто-то из вас все-таки болеет этой заразой, то я вам желаю скорейшего выздоровления и реабилитации. Вот видите, как я все-таки комара слою. Ты видишь, да, мир на мир смотришь немного по-другому, да, не как все люди, получается? Ну, да, у меня мировоззрение совсем другое. Я даже вот в данный момент я чувствую себя по-другому. Но это все... Блин, мне это больше нравится. А более как вот у наших зрителей по-другому-то как? Ну, поводу, наоборот, там... Я даже не знаю. Вот тебе вот это... Блин, я не знаю даже, как тебе объяснить. Вот даже... Так есть так и говорить. В моем случае просто вот цвета, они очень много значат. Я вижу свет по-другому. А с чем это связано? Это с солью, на самом деле, связано. Типа, по солью, знаешь, какие, блин, романтической, крытой... Я не знаю, романтической... Более такой серо-красочный. Я просто слышал, что под грибочком... Я не знаю, как это. Цвет вообще называется. Серо-красочно-романтический какой-то. Просто под грибочком я слышал. Это более так вот. Соль, даже от соли такое бывает? От соли это навсегда остается. Видите, друзья, поэтому ни в коем случае не употребляем соль. Не ту, которую... Ну, лучше с парашюта прыгните. С парашюта? Да, это же тоже... Вот, смотри, у тебя уже адреналин вырабатывается. Тебе это кайф. Просто вот то, что ты вот это испытываешь, штраф вот этот... Ты же заведомо с парашюта прыгнуть хочешь, чтобы испытать чего-то. Путешествие, путешествие. Друзья, больше путешествуйте, прыгайте с парашюта. Просто вот по мне наркотики, это я сам себя обманываю. Это вот легкий способ, чтобы быть счастливым. Ты видишь, хорошо, друзья, что ты это понимаешь, что наш герой это понимает и не отрицает того, что это самообман. Ну, наверное, для нас туда герой дня. Вот, я тебе руку пожму. Друзья, не осуждайте, только не пишите, то все я там, ой, это кто вообще такой, и без вас просто это знаю. Я знаю, с чем я связался, и это не потому, что это круто было. Пожму руку, потому что... Я, может быть, просто даже как-то, вот когда я... Вот как это все началось, 13 лет, может быть, даже я не так... Просто по мне это на самом деле, вот для меня это очень серьезно было, я просто видел это, ну, я сломался, да. Я сломался. Ты знаешь, почему я тебе руку пожал? Потому что ты все-таки осознал, что-то плохо, и людям, многим сейчас, может быть, даже не может быть, а спасешь судьбу, жизнь, и... Давай еще какие-нибудь интересные истории есть у тебя, что-нибудь такое, вау! Блин! Да я что-то уже запаривался, на самом деле. Блин! Кстати, между прочим, я служил в армии, и... была такая фигня, вот смотрите, да, то, что я вам рассказал. Ну, я думаю, да, на сегодня хватит и для нашего зрителя, и для нас с тобой, героя, друзья. Слишком много знаете. Да, друзья, герой немного утомился, мы сегодня после тяжелого, трудового, летнего, жаркого, рабочего дня... Мы не отдыхаем уже, но я уже около двух недель не отдыхаю. Будут еще? Около того. Так, будут, хорошо, какие-то еще истории от тебя, чтобы... Конечно, будут. Друзья... Если будет интересно, пишите, лайкайте. И человек еще расскажет нам что-нибудь интересное. Про армию, да, ты мне говорил, у тебя что-то есть интересное. Друзья, еще раз повторюсь, ни в коем случае данный видеоролик не агитирует вас употреблять какие-то наркотические вещества, наоборот, мы хотим вас от этого оградить, чтобы вы знали, Я тебе не скажу, что это вкусно просто. Я тебе скажу, что это, блин, очень горько. Пересолено. И давайте скажем, да, пересолено, видите, точку прям ты сказал. И давайте нашему главному герою пожелаем скорейшего выздоровления от этой заразы. Я уже выздоровал. Главное, чтобы вы не болели, друзья. Я-то справлюсь. И... Вот, видишь, у тебя все-таки реакция еще есть. Значит, все потеряно. Да ты что, приховываешься? У меня всегда она была. Вот. И пожелаю что-нибудь нашим подписчикам, вернее, канала Жека, ну, получается, если ты тоже подписан, это уже и твои друзья, и мои друзья. Что ты им можешь пожелать? Да что я говорю, путешествуйте побольше даже, допустим, по YouTube-каналу его. Это вот для начала просто. А там мои следующие пожелания, такие оригинальные, услышите в следующем ролике, если вам выйти. Спасибо. Давай. Удачи тебе. Пошли покурим. Понятно. Друзья, кстати, не курите. Употребление табака, это тоже наркотики, это тоже очень плохо. Давайте. Пока. Пошли с канцерки. Пока.